Маленькая девочка, сыгравшая роль дочери Ниги Аркалфы и Ибрагима Паши, произвела настоящий фурор среди телезрителей. В момент съемок ей было около трех лет, но даже в этом возрасте девочка показала себя с лучшей стороны. Интересно, как же получилось, что маленькая девочка смогла так хорошо сыграть свою роль в сериале, и как же она выглядит сегодня? Как показано в сериале, Сманур стала плодом запретной любви Ибрагима Паши и Ниги Аркалфы. Будучи женатым на османской принцессе, Паша не имел права без ее разрешения брать себе наложниц. Однако отношения между супругами со временем становились все хуже и хуже. Результатом этого было то, что Ибрагим стал искать утешение в объятиях других женщин. И хотя Ниги Аркалфа прекрасно понимала, что если окружающие узнают об их связи, наказание будет суровым. Она не могла и не хотела отказать любимому мужчине. В итоге Нигер забеременела. Эти мгновения были самыми счастливыми в ее жизни. Она очень хотела этого ребенка, но судьба распорядилась иначе. Нигер рожала в одиночестве, запертая в подвале дворца Хатидже. Позднее ей сообщили, что ребенок якобы родился мертвым. На самом деле Хатидже приказала спрятать ребенка и воспитывать вдали от дворца. Так с рождения маленькая Эсманур была лишена родительской любви и ласки. Ибрагим Паша знал, что девочка жива и периодически ее навещал. А вот свою мать Эсманур не знала. Когда же Нигер случайно встретила маленькую девочку, та показалась ей почему-то знакомой. Вот тогда-то и выяснилось, что на самом деле ее дочь жива, и Ибрагим дал матери разрешение видеться с Эсманур. Счастью Нигер Калфы не было предела, однако психика женщины уже была травмирована к тому времени, и она захотела похитить свою дочь, чтобы увести подальше от Стамбула. Попытка не удалась, и ей запретили видеться с дочерью, и Ибрагима Пашу через некоторое время казнили. А сама Нигер окончила свою жизнь, бросившись с обрыва, потому что ее Эсманур увезли в неизвестном направлении. Вот так маленькая девочка стала сиротой. Весьма печальная судьба для маленькой трехлетней девочки, которая совсем на немного обрела родителей, чтобы почти сразу их потерять. После этого судьба девочки в сериале осталась неизвестна. Все зрители с замиранием наблюдали за этой грустной историей. Актриса Денис Тухус блестяще справилась с ролью дочери Нигер Калфы. Всего одна серия с ее участием, и девочка тут же стала знаменитостью. Все остальные сюжеты с ней лишь добавляли ей зрительской симпатии. Многие пророчили Денис блестящее будущее на большой сцене. Вот только после съемок сериала прошло уже больше 10 лет, а маленькая актриса так ни разу больше и не снялась ни в одном фильме. Хотя достоверно известно, что такие предложения ее семье делались не раз. Денис очень изменилась. Из маленькой милой девочки она постепенно превращается в юную красавицу, к тому же очень добрую и общительную. Денис любит переписываться со своими подписчиками в Инстаграм, охотно делится с ними своими фотографиями и дальнейшими планами на жизнь. Несмотря на свое недолгое прошлое в качестве актрисы, Денис пока не планирует продолжать карьеру в кино. Она учится в самой обычной школе, очень любит петь и танцевать. Как и всякий обычный ребенок, Денис хочет, чтобы детство ее было такое же, как и у других детей, поэтому и не рассматривает свое участие в съемках в ближайшем будущем. Все, кто смотрел «Великолепный век», безусловно заметили необычайное сходство между Нигер Калфой и ее экранной дочерью. Такое ощущение, что они и вправду мать и дочь. И, конечно, сразу же стали возникать различные предположения. Случайно ли это совпадение, что актрисы так похожи внешне или, может, они правда родственницы? Существует несколько версий. Например, что на самом деле актрисы и правда имеют кровную связь друг с другом. Денис приходится племяннице Фелис Ахмед. И потому они так похожи. Также упорно ходили слухи, что вместе с тетей племянницей в сериале играла и мама Денис Тузун, якобы актриса Джемри Эбузия, которая предстала перед зрителями в роли Елены Хатун и есть настоящая мама Денис. Джемри Эбузия – весьма популярная актриса в турецком кинематографе. Но тут же возникают другие вопросы. Почему сама Джемри никогда не говорила, что у нее есть дочь? Судя по возрасту Дениса, актриса должна была родить девочку в возрасте 21-22 лет, пока училась в университете в США. Следующий вопрос. Почему у матери и дочери, если они и правда родственницы разной фамилии? Но еще один непонятный момент. Актриса Джемри Эбузия в 2019 году встречала Новый год со своим бойфрендом по имени Юмит Бинан и даже выложила пост в социальной сети с их общим фото под названием «Начало нового 2019 года с моей любовью». Но нигде нет ни одного упоминания о маленькой дочери, ни одной фотографии ее с девочкой в соцсетях. Возможно, это все вымыслы поклонников сериала, которым хотелось бы, чтобы в реальности Денис и Джемри и вправду оказались кровными родственниками. Вполне вероятно, все эти слухи возникли только лишь из-за поразительного внешнего сходства и с Манурой Нигяр. К примеру, актриса Фелис Ахмед никогда не утверждала и не отвергала версию о родстве между ней и Денис. Ясность в эти нестыковки внесла сама маленькая Тузу. Девочка в одной из переписки рассеяла недопонимание, которое возникло у зрителей касательно ее родственников, снимавшихся вместе с ней в сериале. По ее словам, Джемри Эбузия не является ее биологической матерью, они просто коллеги, вместе работавшие над созданием подходящих образов. А вот Фелис Ахмед ей вправду приходится тетей, потому и бросается в глаза их удивительное внешнее сходство. В целом, если подвести итог, Денис уже не та маленькая девочка, которую видели в роли с Манур. Она немного повзрослела, но ее улыбка осталась все такой же милой и застенчивой. Многие считают, что если она решит продолжить свою карьеру в мире большого кино, то может стать великой актрисой и получить признание своего таланта во всем мире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok